всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск на канале лай гараж как вы можете увидеть бары и рестораны у нас уже открыты а это значит что для всей этой карантинной ситуации приходит закономерный конец но речь конечно же пойдет у нас не об этом поехали выпуск ребят едем по приборам может быть в это время астономия практически 50 процентов говорю ты сейчас договорись сделаем вид что так оно и задумывалось что это я просто хочу посмотреть на мороженое которое стоит 7 долларов она больше 7 долларов дима на стало где-то с чаевыми и налогом 8 долларов вот это вот мороженое ничего такого ничего вот что самое обидное что в нем ничего блин я просто когда они мне цену озвучили я уже такой я вам заплачу но я запишу у богатых свои причуды на право сейчас поворачивай в общем ребят как я уже говорил что крепеж для мотора буду обваривать так как у меня есть возможность купить сварку которая варит проволокой но есть вещи которые ей не стоит варить потому что все-таки она ну не совсем хорошо варить короче компания альфар который мне помогает володя вы помните который мне делал электрику на прошлом подкладе и вот сейчас денис всем привет с крутым сварочным аппаратом чуть за аппаратом это средний класс это не скажи сколько стоит этот средний класс 300 ну вот нормально ну вот вы видите разницу да я покупал тогда сварочный аппарат за 90 а поэтому мы сейчас будем обваривать да кстати денис я знаю что ты строишь какие-то проекты тоже то есть механика чумелые ручки чё ты сейчас делаешь сейчас работаю на даджо я купил дождь магнум в данный момент я вытащил мотор сделал подкапотное пространство обновил полностью и в поисках нового мотора в общем ребят я оставлю ссылочку в описании переходите к денису на канал поддержите начинание можно сказать новый блогер опять же блогера чумелые ручки ребят мы сто процентов поедем денису в гости и посмотрим чем там такого делать ну а сейчас будем варить будем работать как ты готов вот это будет мотор на полу ребят он держался там буквально на шести болтах и сейчас будем обваривать весь крепеж а не смотрите что он вроде как бы выглядит флипким на самом деле нет он конечно же будет усилием то есть будем сейчас уголки вот сюда варивать все будем делать по феншую да денис да опять же не вижу радости и энтузиазма короче ты видишь камеру и все сразу тик как мне не давать железку когда нужно варить я начинаю думать мысль как ее хорошо приварить этого на держалась на сегодня мы закончили уже не за как всегда помог спасибо большое приходите еще сейчас приводили крепление для двигателя то что я говорил уже для то есть не для рамы на которой стоит двигатель и следующий этап не понадобится вот именно такая сварка это уже будет крепеж рамы на которой будет уже садится батарея потому что там нагрузка серьезная батарея там весь килограмм 300-400 поэтому повторюсь без этого аппарата и без дениса нам никак не обойтись да ну а сейчас мы пожалуй поедем на барбекю это событие грандиозно да ты как я всегда хорошо поработал хорошо отдохни это факт работаем господа работаем когда спрашивают а зачем ты джип купил все проходящие как зачем чтобы плавать хоть и дождь но страну тепло вот в лос-анджелесе дождь это мерзко и холодно я же в тапках вышел из дома я зашел к машине подойти надо было в лужу зайти я зашел в лужу она такая тепленькая тепленькая а пляжи закрыты я вспомнил какое море было теплое слушая нет шахуня ну да мы сейчас пойдем на аукцион можем зато повыться самое страшное что даже в боковое зеркало не вижу у меня сенсоры стоят я понимаю что там кто-то едет едем по приборам вот какой нахрен аукцион может быть в это время я начинаю думать почему мы едем на аукцион такую погоду то что никто больше такую погоду никто не поверит шансов получить дешевле машину такую погоду больше а я не боюсь быть мокрым ты не боишься промокеть я стесняюсь спросить а где ты шанс увидел мы едем сейчас просто посмотреть ее машину которая будет торговаться завтра приставь сезон онлайн сидишь дома копейок у тебя все хорошо если ты на кнопочку жанг купил жанг на кнопочку а там кукла знаешь машина внешне красивая а внутри все гнилое а как ты будешь знать а мы будем знать мы будем знать все посмотрим сомнительно как то что мы вот тут вот можем увидеть это тебе пришло извещение о том что осторожно поток в америке все ум если в лос-анджелесе постоянно приходили вот такие вот оповещения по поводу землетрясений и там каких-то угроз с тунами, то здесь вот вполне себе понятная реально угроза. Вон оно, видите, как печет и льется. Нет, Дима, это не ураган, здесь же когда еще не ураган. Начинается сезон урагана, а я здесь пережил два урагана. Там неделю без света. Вот это, вот это вообще другая тема. Те, кто с Владивостока, знают, что такое тайфуны, поэтому ураганами, ну, как-то напугать меня сложно, на самом деле. Я не знаю, что такое тайфуны, Дима, здесь. Не, ну вот сейчас вот погода, вот этот вот ливень, да, вот эта вот вода везде и всюду, она мне реально напоминает Владивосток. Вот прямо вот Владивосток, сезон тайфунов. Еще одна причина купить здесь лодку. Да, блин, не напоминай мне даже, я уже просто очень хочу катеры, я хочу лодку, я хочу катеры, я хочу плавать по этим каналам, нырять, рыб ловить. Вот я говорю, давай вот не будем разыгрывать этот мотоцикл, а продадим, купим себе лодку. Ребята, вы это слышали, вам его в посылке послать или вы сами за ним сюда приедете. Если что, мы приехали, машины посмотрели. А ты не знаешь, почему закрыто? Я думаю из-за коронавируса, но я тогда звонил, у них автотвенчик. Ага. А, Мориалдей. Да, сидишь в выходной вообще официально. Ребят, я вам сейчас покажу размерчик такой, который вы не видели никогда, пожалуй. Смотрите на это, вы видите монстра. Да, но суть не в размерчике. Ребят, как я уже говорил, что даже в карантинно-вирусной теме можно найти свои плюсы. И один из них, это очень вкусные цены на аукционах. Смотрите, вот этого Крайслера 2015 год мы купили за 3,300. И поедет он у нас в Украину. Но прежде чем уехать в Украину, он, конечно, будет укомплектован запчастями, то есть бампер, шапот, радиаторы, и все будет поменено. Смотрите, колесики какие, а, ребят? Блин, тут колеса только штуку стоят на самом деле, если не больше. Да, это двигатель. Спасибо большое. Спасибо, сэр. Он у нас заводится, ездит. Все хорошо. Но мы его сейчас показать не можем, потому что неизвестно, что там у нас с радиаторами. Короче, смотрите, ребят, тут под замену, естественно, идет капот, идет бампер, жесткость бампера, естественно, радиаторы. И, в принципе, все. Смотрите, тут формированное все, все как надо. Кожаный салончик, да? Красота. Что у нас тут сзади? Есть. О, коврики. Для Украины самое тосое. Так что вот, ребят, не забываем, что мы занимаемся еще и покупкой, и отправкой автомобилей страны СНГ. Россия, Украина и все прочее, прочее, прочее. Россия, Украина и все прочее. Россия, Украина и все прочее. Россия, Украина и все прочее. Это, короче, когда купил дом, а денег на бассейн не хватило, да? Да, Дима, ты сейчас договоришься. Напугал ежа голой сракой. Что ты там отпилил? Покажи. Хорошо. Вот так вот настоящие мужики проводят во Флориде выходные дни, да? Когда спортзалы закрыты. Да что ты отмазываешься? Когда спортзалы закрыты. Слушай. Жрать надо меньше. Жрать надо меньше. Не спать. В бассейн устали копать, решили сделать душ на 6 персон. Да, очень хорошо. Иди, иди, проверь, как работает. Я так понимаю, что-то у нас не растет. Там вообще забор поливается. Игорь, ты за сколько этот дом купил? 325. 325, сами стены, да? И в ремонт еще сколько? 100. 100? Ну ты же бы поменял всю технику, кухню. Я все вывел тут. Все, да? На хрен ты его купил? Я продам его за 500. А это не продажа. Мы будем сдавать его за 3,5 месяца. Принципе логично. Камин работает. Давай включу. Давай, давай. Не, ну вот эта плитка похожая или оригинальная стала? Да, это все оригинальная. Ума. Декрасно. Да. Что-то еще у нас. Туалет, ванна. Одна спальня. Что-то я уже не буду открывать. Вторая спальня. Да, ну этот дом поделен, да, по две части там. Вторая часть там однокомнатная, да. Обратно говоря. Еще будет все засеять травой, растений. Какой? Хорошей, правильной? Правильной травой. Зеленой. Ты в курсе, что во Флориде легализовали траву? Да. Да, вот на днях. Да, вот на днях. Я сегодня достаю себе специально. Ну вот скоро, скоро будут продавать. Я сейчас поеду за ней тоже. А тут у них, да, вот приколы такие, то есть мойка посуды должна быть вроде окна. Всегда. Почему? Нет, посуду ты моешь в посудомоечной машине. А тут зачем? А здесь, что ты тут моешь? Причиндала свои моешь. И смотришь на людей, тут с девушки бегают иногда. Главное, что окна звуконепроницаемые, поэтому можно им кричать. Да, да, да. Стоять, да и так и эдак. А что, пожрать нечего, да? Надо ручки прикрутить в холодильник. Сколько холодильник стоит? Штуку. Штуку? Да, ну это я взял бренд смартфон с новой скидкой. Помнишь, у нас когда-то пульты были в этих пакетиках? А, да. Эти пакетики годами. Пульт от телевизора. Пульт от телевизора. Пульт от телевизора. Этот пакетик уже как говно выглядит. Что-то там пульт новый. Молодежь уже не помнит это, а мы-то это дело помним. Да, я так же оставлю этот холодильник в пакетике. Даже больше, ты не будешь ручку к нему прикручивать, чтобы ручка типа новая осталась. Чтобы ручка новая будет в пакетике. Она тут и будет храниться. А ручка в пакетике тоже стоит. Тут и будет стоять. Поехали. Короче, эту штуку, которую мы закопали сегодня. Как будто бы хотел сказать. Сколько тебя зарядили компанией, которые занимают? Примерно зарядил я это сделать около 4 тысяч долларов. Ах, нет. Но это сделали за день, но мы делаем только половину. У меня начнем чифру, я... Но тем не менее, сколько она стоит, эта система? Эта система, которая здесь закопана 120 долларов. 120. На Амазоне я купил, да. За пару часов мы ее закопали. Да. Теперь оказалось, я куплю траву уже нарезанную и положу здесь. Ага. Будет здесь вот трава. И, наверное, может быть... А что, картоху не будешь сажать? Картоху. Ну а что, пора начинать? Кстати, тоже идея. Можно купить картоху, ее надо дать ей прорасти. Да, клумбы, все нормально. Грядки. Времена карантинные, тяжелые. Хотели бассейн вырвать, но будем картоху сажать. На бассейн у нас сил не хватило, поэтому... Вот эта вот хрень, которая закопана там в земле, она крутится на 360 градусов. Она когда включается по таймеру, она из-под земли сама вылазит, а потом сама подземная уходит. Смотрите, тут система какая. Выставляешь время, когда она должна включиться, и вот она сама работает по себе. Кстати, вот смотри, вот остатки бассейна. А почему остатки? Ты в него залез. И все. Ребята, это не туннель, это аэропорт Майами Интернешнл. Вы видите, как тут многолюдно, как много машин, как много самолетов и людей с багажом и тележками. Ребят, шучу, конечно. На самом деле, 30 мая тут случился вывозной рейс аэроплота. Аэроплот прорывает нахрен на эту блокаду. Я приехал сюда друзей встречать, ну и заодно показать вам, как здесь у нас все пусто и глухо. Но тем не менее, я думаю, скоро все это дело уже наконец-то оживет. Приехали запчасти на мустанг, что у нас тут есть, выживной, новенький. Тут он гидравлический, корзина и там где-то диск. Цепление в моем бизнесе, как говорите. Ну а сейчас, сейчас интрига прошлого выпуска. Что же я буду делать с этим мустангом? Вы знаете, а ни хрена с ним делать мы не будем. Заказчик этого мустанга понял, что 4 литра для того, что он хочет сделать из этой машины, крайне мало. Поэтому этот мустанг будет продаваться. Он уже подготовлен практически в продаже, естественно, будет помыт, подкрашен, будет продаваться. Ну а мы же будем покупать другой мустанг, из которого уже будем делать проект. Проект по плану и по желаниям заказчика. Теперь дела гаражные. Ребят, если вам приспичит менять мотор вот на такой вот Мазде, то советую это сделать следующим образом. Снимаем передний бампер, снимаем телевизор вместе с радиаторами и мотор выходит у нас, получается, вперед. Поверьте мне, это самый простой и легкий способ, чтобы это сделать. Дальше, что у нас тут? Второй мотор. Как вы видите, тут уже у нас установлена вторая рама, на которой держатся блоки. Мотор уже у нас жестко закреплен. Все как надо. Подкапоточка покрашена. Да, ребят, попрошу не обращать внимания на цвет. Ну, бывает, не попал чуть-чуть. Сделаем вид, что так оно и задумывалось. Согласитесь, оно так даже смотрится прикольненько. Типа, как бы отделили моторный отсек от основной части. Смотрите, дальше что буду делать. Дальше пойдет протяжка проводки. Основные все блоки у нас будут размещены за задним сидением. Но сюда пойдет именно та проводка, которая нужна у нас для мотора. Дальше пойдет рама и батарея. То есть, все самые приятные вещи, они еще у нас впереди. В общем, работаем, господа. Работаем. Давайте пойдем дальше и посчитаем, во сколько встанет этот автомобиль уже в Украине. Ну что, начнем. Смотрите, стоимость его на уху. Ну, как я уже говорил, 3,300 плюс транспортные расходы сюда, плюс транспортные расходы до порта отгрузки, плюс транспортные расходы морем. И это получается где-то 4,900. Следующая статья расходов, это, конечно же, запчасти. Так как машина свежая, то они, естественно, не дешевые. Все в оригинале где-то в районе тысячи. Получается у нас расходы на запчасти. Это кузовные запчасти, плюс тут я еще делаю сразу же осмотр всего и вся. Именно на этой машине нужно будет поменять передние тормозные колонки. Ну, вот, в принципе, и все. Дальше. Транспортные до Украины я уже озвучил, а конкретно это порта Десса. Дальше пойдут расходы уже непосредственно там. То есть, это таможня, плюс услуги декларанта, брокера, плюс выгрузка этой машины. Все эти расходы это 4,000 долларов. Плюс, дальше пойдем, покраска всех вот этих вот запчастей и вытяжка вот, допустим, вот этих вот вещей и вот этих вот вещей. Это где-то еще там примерно 1000 долларов плюс минимум. Почему это делается там? Во-первых, конечно же, это будет дешевле. Ну, и во-вторых, самое главное, качественней. Намного качественней, нежели это будет сделано тут. Это 100%. Ну, и какой резон, скажете вы, всем этим делом заморачиваться? То есть, покупкой с аукциона, ожиданием, растаможкой, ремонтом. Ребят, да выгода-то как бы налицо, потому что эта машина в итоге в Украине будет стоить 13 тысяч долларов полностью готовая. А такого плана машины там продается за 21-25 тысяч долларов. Поэтому экономия практически 50%. Вот вам, в принципе, и ответ. И на минуточку, смотрите, у этой машины родной пробег 41 тысяча миль. Ребят, я не рекламирую свои услуги. Я вам просто рассказываю в рамках формата автосервис с нуля в Майами, чем, собственно говоря, мы еще зарабатываем. Это тоже статья дохода. Как ни крути, помимо основной работы, которой мы занимаемся, заменой двигателей, строительством проектов всяких. Поэтому, ребят, работаем, господа? Работаем! Ребят, вы знаете, я подумал, что будет крайне некорректно не рассказать вам о дальнейшей судьбе этого мустанга. Он помыт, наполирован, технически обслужен и стоит тут в ожидании нового владельца. Ребят, как я уже говорил, мы его продаем не потому, что это плохой мустанг, а потому, что он слегка нам не подходит под наши цели. Да, мы уже купили другой мустанг, который в пути и скоро уже к нам приедет. Ну, а этот продается. Ребят, если кому-то он интересен, вот этот вот замечательный мустанг, то связывайтесь со мной в инстаграме, в директе. Мы обсудим с вами условия приобретения этого автомобиля. И на этой минуте, пожалуй, наступила грустная минута расставания с вами буквально до следующего выпуска. И, ребят, я не устану это повторять. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши комментарии. Вы знаете, вот эти вот ваши вот действия, они и мотивируют меня на то, чтобы продолжать дальше делать выпуски, несмотря на такое скромное количество просмотров. Ребят, спасибо вам огромное и до следующих встреч. Ребят, спасибо вам огромное и до следующих встреч. Ребят, спасибо вам огромное и до следующих встреч.